Колумбия – страна, которая всю свою историю манила к себе искателей сокровищ. Здесь до сих пор в озерах лежат тонны золотых украшений и муисков. А под землей – сказочно большие залежи изумрудов. Стать невероятно богатым здесь может любой, кому улыбнется удача. Я тоже решил испытать свою судьбу. Мирноизнанку уже познакомился с самым большим музеем золота в мире. И даже разгадал тайну затерянного города Эльдорадо. А после того, как я увидел главное сокровище страны – драгоценные камни зеленого цвета, я решил переходить к практическим способам обогащения, которые больше всего популярны среди колумбийцев. Субтитры создавал DimaTorzok Пока что изумруд возрастом десятки миллионов лет и стоимостью десятки или сотни тысяч долларов я себе позволить, к сожалению, не могу. Но в такой стране, как Колумбия, где драгоценными камнями торгуют прямо на улице, есть масса способов разбогатеть очень быстро, фактически мгновенно. Кто-то в поисках легкой наживы начинает заниматься наркобизнесом, кто-то ищет тайники эскобара или сокровища древних племен. Ну а люди, которые хотят жить честно, не хотят рисковать, предпочитают более простой способ быстро разбогатеть – это лотерея. Колумбийские лотереи славятся баснословными выигрышами. Главный приз легкостью может переваривать за миллион долларов. А самый большой выигранный в Колумбии джекпот составил аж, вдумайтесь, 29 миллионов долларов. В СМИ часто можно увидеть заголовки о новоиспеченных миллионерах, что подогревает интерес колумбийцев к лотереи. Но здесь уверены, что лотерея – это не только вопрос везения, но и боготклонности сил свыше. Колумбия – очень религиозная страна. В одной только богате аж 310 храмов. Кажется, что многие колумбийцы с просьбами о благополучии, счастье и богатство должны обращаться к Богу. Но многие выбирают совсем другой вариант. Служители церкви называют его преемником князя тьмы – отца лжи и человека-убийцей. Ко встрече с такой персоной лучше подготовиться. Защитить себя. Нам нужна церковная лавка. За время наших экспедиций я неоднократно ходил к разным колдунам, шаманам и ведьмам. Все они в основном работали с силами природы. Но человек, к которому я иду сегодня, если верить его клиентам, черпает всю прямиком из ада. Поэтому на всякий случай для защиты нужны надежные способы. Вот это здесь. Бойно-стардо, сеньор. Мне нужны иконы и святая вода. У вас есть? Здравствуйте. Да, у нас все есть. Я возьму вот эту икону? Окей. Хорошо. Можно посмотреть на этот крест? Есть ли вода, которую осветил священник? Конечно. Помогает от злых сил, от всего плохого, от дьявольского? Да, сеньор. А вы верите в дьявола? У нас много сатанистов. Они даже специально делают подделки иконы крестов, чтобы они не помогали, а вредили. Например, на изображении распятия Иисуса Христа нужно, чтобы правая нога была сверху левой. А они наоборот делают левую на правой. И это вызывает противоположные силы. В Колумбии распространен пульт сатаны. Раз в два года в городке Рио-Сусио даже проводят огромный карнавал, посвященный дьяволу. А в городе Кимбая даже есть храм Люцифера, в который могут прийти на службу все поклонники падшего ангела. Вместо алтаря здесь скульптура сатаны, а вместо икон перевернутые кресты. Пожалуйста, сколько с меня? Выходит 33 тысячи песок, как возраст Христа. О, видите, как саппала. Лавки поняли, что про темные силы я спрашиваю неспроста. Поэтому решили помочь всем, чем только могут. О, спасибо большое, подарок. Это молитва «Кровь Христа от сатанизма». Это очень хорошая молитва, сеньор. Она помогает от всего плохого. Я каждый день молюсь за моих дочерей перед тем, как они идут на работу. Если я сталкиваюсь с какими-то злыми силами, я не могу прочитать на испанском, я не владею испанским, я могу просто достать это, держать в руках, показать. Этого достаточно? Можно выучить хотя бы одну фразу. Я исцеляюсь кровью Иисуса. Микура. Кола сангре. Де Кристо. Спасибо большое. На этом помощь не ограничилась. Ой, что это? Архангел Михаил. Архангел Михаил наносит раны сатане, дьяволу. Вот такую иконку мне подарили. Видите? Как интересно. И во имя Господа примите еще один подарок для защиты под покровительством святого Бенита. Защиту подарили всей нашей команде. Саша Дмитриеву тоже защиту. Мучас грасец. Мучас грасец. Фантастическое какое-то совпадение, что Архангел Михаил наносит раны дьяволу. Мы идем на встречу с человеком, с которым, я уверен, никто бы не хотел встретиться. Но здесь, в Колумбии, к нему обращаются с просьбами. Кому-то нужна помощь в делах амурных, кто-то хочет поправить здоровье. Но стал популярен этот человек из-за того, что проводит ритуалы, которые якобы помогают разбогатеть. И, естественно, разбогатеть это не бесплатно. Но если денег у вас нет, то он может попросить за это душу. Я не шучу. Какие-то офисы разные. Бухгалтерия. Спа-салон. Крайняя дверь. Мы видим... Лучший колдун Колумбии. Колдовские работы. Черная магия. Ну что, друзья, нужно перекреститься. Вы сейчас поймете, почему. Доброй ночи. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. Ну, я знаю, что вы тот самый колдун. И особенный человек, к которому приходят с просьбами разбогатеть, выиграть в лотерею. Все верно. Меня зовут Рамира Лопес. Я сын Люцифера, сатаны. Люцифер, сатана, дьявол. Так называют демона зла. Это ангел, который предал Бога и был низвергнут с небес в ад. Друзья, вы все сами слышали. Человек просто представился. Я сын сатаны, сказал он. Сын дьявола. Я журналист Дима. Можно зайти? Можете зайти. Но предупреждаю, я не работаю со светлыми силами. Ни с Иисусом, ни с Марией. Только с сатаной. Если вы к такому готовы, заходите. Мы журналисты. Наша работа исследует все стороны жизни. Поэтому, да, мы готовы. Какой ужас. Какие-то окровавленные головы, черепа. Гроб, господи, большой. Маленький гроб. Как вы узнали о том, что вы сын дьявола? Мне было 4 года. Я сидел на камне под деревом. И тут мне явился сатана. В виде света радуги. Он сказал, Рамира Лопес, я твой отец, не бойся меня. Я дам тебе мудрость. Потом он сказал, что моя судьба нести по свету его слова. Подождите, но дьявол, он же такой с рогами, с хвостом должен быть, правильно? А не просто радуга? Да, рога символизируют дьявола, но люцифер в переводе означает свет. Мне он являлся много раз. В виде женщины, в виде мужчины, в виде животных и птиц. Если курица или осел обращается ко мне человеческим голосом, то кто ж еще это может быть? А впервые он предстал передо мной радугой, чтобы я не испугался. Я же был совсем ребенком. Я сразу понял, что для меня он будет делать только хорошее. Честно говоря, мне православному христианину здесь находиться, мягко говоря, некомфортно. Господи. Для меня и Бог, и Иисус Христос, и вся его команда пустое место. То, что вы сейчас сказали, это просто возмутительно. Это мое личное мнение. Я сам являюсь божеством. Я есть дьявол, и дьявол есть я. Но все-таки скажу свое отношение. Да, дьявол, сатана, властелин ада, черт. Это вот мы так всегда говорим о зле. Ты прав. Я злой. Я люблю делать зло. Я люблю смотреть, как люди умирают. И делать так, чтобы они страдали. Ненавижу людей. Я знал, что иду к вам. Я с крестиком. Я покупал его в Иерусалиме. Это моя защита. Но сейчас вы выглядите как клоун, а не как дьявол. Считается, что один из признаков одержимости человека дьяволом неадекватная реакция на церковные святыни. Крест, святую воду, икону или молитву. Сейчас узнаем, есть ли в Ромира-Описе что-то от дьявола. Можно вас окропить святой водой? Давай. Мне как раз жарко. Очень жарко. Давай больше лей. Пока у Ромира никакой явной физической реакции нет. Но вот поведение резко меняется. Внезапно он заговорил на непонятном языке. Ваша реакция на крест. Прекращай спикать мне это. Я сын Люцифера. На меня эти вещи никак не действуют. Вот эта вещица. Не трогайте, не трогайте. Это для меня просто кусок дерева. Тексты, священные предметы никак не повлияли на злые силы. Если верить, что они здесь есть. Тем не менее, Ромира уже много лет считается самым известным темным колдуном в городе. Визиты клиентов у него расписаны на несколько месяцев вперед. Означает ли это, что какие-то способности у него все-таки есть? Заходить за вами туда? Или как? Ага! Да, действительно, создаётся впечатление, что попал в сумасшедший дом. Это что за ад? Здесь я провожу ритуалы, чтобы люди получили результат, о котором просят. Я извиняюсь, у вас к телефону. Шаман слушает. Добрый вечер. О, здравствуй, крестьян. Как дела? Я работаю над делом. Я сделаю из тебя победителя. Ты получил то, что просил? Да-да, всё получил. Побыстрее собери ту сумму, чтобы мы могли начать. Хорошо. Нам переводчик, с вашего позволения, переводил разговор, и вы советовали этому человеку, который позвонил, быстрее собрать сумму денег. О какой сумме идёт речь? Для начала он должен собрать для меня 10 миллионов песо. И что просит этот человек за 2752 доллара? Он стал жертвой чёрной магии. На него наложили порчу, суетливость. Из-за этого он не имеет покоя, не спит ночами и не может понять, что ему делать в жизни. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Извините. Посмотрите, у него сообщений просто невероятное количество и постоянно приходят. Могу сказать, что вы востребованы. Да, названивают постоянно. Я поэтому на беззвучный поставил. Ко мне приходит около 30 человек в день. Какие основные запросы? О чём просят люди? Многие просят навредить тому, кого ненавидят. Или наоборот, их ненавидят и они чувствуют угрозу. Любовь тоже приводит ко мне. Но чаще всего люди просят денег. Сколько в среднем платит клиент один? Самый дешёвый ритуал у меня стоит 10 миллионов песо. Это 2572 доллара США. Самый дорогой ритуал это договор с дьяволом. Его цена 170 миллионов песо. Господин дьявол, секундочку. Это 43 738 долларов США. Кто способен заплатить такие огромные деньги? Ко мне приходят политики, телезвёзды, актёры, бизнесмены из Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии. Меня много народу знает. Несмотря на то, что большинство слов Ромира звучит как выдумка или абсурд, его популярность в Колумбии реальна. Есть люди, которые действительно приходят к нему на приём с просьбой исполнить желание и верят, что именно так называемый сын дьявола им поможет. Ну что же, пришло время проверить способности Ромира не словом, а делом. В лотерею реально выиграть? Конечно. Я могу сделать так, чтобы ты уже завтра выиграл. Но для этого нужно пройти ритуал. Твои деньги мне не нужны. Хочу, чтобы ты понял, насколько я силён. Сейчас будем смотреть, что это такое вообще, потому что... Но прямо сейчас у меня есть дела. А потом ужин с семьёй. Можем поехать вместе. А потом в полночь. Я проведу тебе ритуал. Дмитрий Комаров, поехали. Прокачу тебя на своей машине. Кстати, заодно возможность посмотреть, какая машина у дьявола. Очень интересно. Вот эти две машины мои. Ничего себе! Вы посмотрите, какие тачки! Цена одной такой машины около 70 тысяч долларов. По колумбийским меркам, если ты, конечно, не наркобарон, это заоблачная сумма. Выходит, если Ромира может позволить себе такой недешёвый транспорт, значит, его услуги действительно востребованы. А зачем вам два одинаковых джипа? Один чёрный, один красный. Ну, во-первых, это два моих любимых цвета. А во-вторых, машины с разными номерами, чтобы свободно передвигаться по городу. У нас в Богате есть ограничения движения машин в зависимости от номера. В одни дни можно ездить с чётными номерами, а в другие с нечётными. Вот так вот, видите, для того, чтобы разгрузить очень жёсткий трафик в городе Богата, придумали такую систему. На какой поедем сегодня? На чёрной, на красной? На красной. Ух, ничего себе! Джипчик! Круто! Как выяснилось, важное дело так называемого сатаны это поход на рынок. Казалось бы, на улице уже почти ночь, и нормальные рынки в такое время не работают. Но, видимо, мы движемся в какое-то особенное место. Мы едем в очень опасный район, поэтому нужно снять мои драгоценности и золото. Представляете, Рамира переживает, что его могут ограбить обычные смертные посреди улицы. А вот самого дьявола он не боится. Мы приехали на рынок Сан-Пер-Мендоза. Здесь рядом опасный район Санта-Фе. Здесь продается очень много специальных трав. Они-то мне и нужны. Ух ты! Вот это колорит! Друзья, ночной рынок лечебных трав. Запах стоит просто неимоверный, как в спа-салоне каком-то. Рынок Сан-Пер-Мендоза работает только в темное время суток. Здесь продают более 200 видов трав, привезенных со всей страны. Покупают их в основном целители и шаманы для различных отваров и зелий. Мне нужно купить некоторых трав. Что вы с ними будете делать с этими травами? Они мне нужны для поддержания здоровья. С одной стороны, вы говорите, что вы сын дьявола и якобы черпаете энергию от якобы своего отца где-то там. С другой стороны, верите в народную медицину. Как это совмещается? Очень просто. Я сочетаю два вида исцеления. Молитву моему отцу и лечение народными способами. Вот, например, это растение моторатон в переводе убийца мышей. Используют, чтобы сбить температуру. Это природный антибиотик. Если у ребенка температура, берут его мочу, толкут в нее растение и купают ребенка в этой смеси. Какие методы лечения здесь есть? А вот разновидность эвкалипта. Эвкалипт. Пахнет потрясающе. Для чего используется у вас? Тоже от температуры. А эта трава называется диантем. Так это подорожник наш. Точно, друзья, это наш подорожник. Только он здесь огромный какой-то. Как вы его используете? Отвар из этого растения помогает снять воспаление печени. Если человек много пьет, например. А мы знаете, как еще делали в детстве? Если кто-то поцарапался, поранился, брали листик подорожника, прикладывали к ране и все, как рукой снимает. А это земляное мыло. Земляное мыло? Оно помогает при инфекции. Им нужно мыть воспаленные раны. А как делается земляное мыло? Говяжий жир смешивают с пеплом. Запах такой дегтярное мыло какое-то. От одного запаха бактерии умрут. А это что такое? Скажите. Это корнеплод, мочегонный. Чего здесь только нет. И мочегонная, и антибиотики, фантастика. Я такой аптеки еще не видел. Даже в Китае, где популярна народная медицина, такого нет. А эта настойка используется для того, чтобы снять порчу с человека или с бизнеса. Святая смерть. Мексиканский продукт. Если порча на человеке, нужно помыться. А если на бизнесе, надо помыть полы в офисе. А вот это что такое? Очевидно, по рисунку это для диаломорных. О, это пена для ванны. Чтобы в постели потом все прошло хорошо. Такие интересные прилавки. Это вот, судя по всему, какой-то доллар виски. Это для того, чтобы деньги приходили, да? Да, для денег. Тоже нужно помыться с этим средством. Вот еще, друзья, эти кактусы. Посмотрите на их размер. Посмотрите на эти масштабы. Кактусы от трещин на пятках. От трещин на пятках. А это мальва. Помогает при внутренних воспалениях и при герпесе. А чего здесь еще травки есть? Есть травы для памяти. Для памяти? А как пользоваться, чтобы память лучше была? Нужно взять восемь ростков, сварить с молоком и пить натощак. А еще она хорошо помогает потенции. Для памяти и для потенции. Я возьму эту травку для памяти и потенции. А вы расскажете мне, где вы эту потенцию применять будете? Всего эту. У меня около 20 подружек. А так можно, да? Это не грех? Нет, для меня не существует греха. Мы пришли в этот мир, чтобы себя испортить. Настоящий дьявол. Не могу не спросить. Вот посреди рынка вижу образ Матери Божией. Что вы чувствуете, когда сюда подходите? Давайте не привлекать внимания. Здесь люди очень верующие. Ко мне уже подошли и сказали, чтобы я был аккуратным. Вот видите, боится говорить свои мысли, потому что в Колумбии глубоко верующий народ. И если он скажет сейчас вслух то, что он сказал мне у себя в дьявольском офисе, то ему даже опасно здесь находиться. Я даже смеюсь здесь осторожно. Очень осторожно. Смотрите, пришел лысый Дед Мороз. Похож на Деда Мороза, да? Да, вылитый, только лысый. Не узнаете этого человека? А я вам сейчас расскажу, кто это. Можно рассказать, кто вы? Я известный шаман. Да нет, я хотел бы сказать, что он Дед Мороз. Видите, как он испугался, когда я сказал, что сейчас расскажу. Кто он? Я видел такое напряжение в глазах. Вы испугались? Думали, я скажу правду? Просто здесь народ очень верующий. Католики, которые за свою веру могут сделать все, что угодно. Одна женщина услышала, что ты говоришь про дьявола. Попросила меня прекратить и уйти. Тут считают, что все эти травы созданы Богом и их нельзя смешивать с дьяволом. Чтобы избежать проблем, сын дьявола решил постепенно покинуть рынок. Все-таки побаивается он верующих людей. Поехали отсюда. Вы пристали для меня сегодня совершенно другим на рынке. Здесь вы были обычный человек. Светлый. Это я просто был осторожным. В обычной жизни я простой человек с обычными делами. Стараюсь не выделяться. Дальше у сына дьявола по плану ужин с семьей. Но, как ни странно, встреча произойдет не в склепе, не в темном замке и не на кладбище, а в обычном торговом центре посреди города. Сегодня, получается, мы пообщаемся с сыном и внуками дьявола. Лучше это слово не говорите. Нет, здесь-то меня все хорошо знают. Именно как известного шамана и сына дьявола. Знакомьтесь, Дмитрий Комаров. А это моя семья. Лилиана, 33 года. Если верить в то, что рассказывает Рамира, то она внучка дьявола. Парапсихолог. Утверждает, что тоже обладает сверхспособностями. Кевин, 13 лет. Называет себя правнуком дьявола. Школьник. Уверяет, что он вампир. Иисус, 25 лет. Называет себя внуком дьявола. Практикующий черный маг. А также певец-рэпер. Выступает под псевдонимом вампир Эскобар. Знаменитый наркобарон, его кумир. Извините, Иисус? А почему сына дьявола зовут Иисус? Я его так назвал не в честь сына Бога, Иисуса Христа. Он как раз его противоположность. Иисус, Антихрист. Вы такие все улыбчивые, позитивные. И вообще не скажешь, что дьявольская семейка пройдет на вас. Да, хоть мы и дьявольская семья, но у нас все равно есть человеческие повседневные дела. Мы занимаемся спортом, ходим по магазинам, отдыхаем. Вот так вот, друзья. Очень неожиданное продолжение дня. Кто бы мог подумать, что любимое место сил зла торговый центр. Ильяна, вы внучка дьявола. Вы считаете себя вампиршей или относите себя к темной стороне? Нет. Несмотря на то, что это моя семья, я не придерживаюсь их мировоззрения. И моя работа отличается от папиной. Я помогаю людям с помощью противоположной стороны, с помощью Бога. Моя миссия сделать так, чтобы человек дольше и лучше жил. Удивительно. Папа, дочка, и вы вообще по разные стороны баррикад. И несмотря на это, у нас очень хорошие и мирные отношения. Иисус, произношу ваше имя и не верю, что вас так зовут. Вы как относитесь к деятельности своего отца? Я придерживаюсь всего, что он говорит. Я его приемлем. А можно посмотреть на вашу руку? У вас, я вижу, тут череп и здесь как будто бы скелет. этим я показываю, что нахожусь на темной стороне. Я же вампир. У нас все знают, что вампиры боятся чеснока. Но внезапно Иисус отвернулся и ушел. Неужели испугался? Посмотрите, он прям ушел. Он ушел, и отец пытается его остановить. Я достал чеснок. Это значит, возможно, это работает. Он ушел? Вообще. Почему ваш сын так себя ведет? Я не понимаю. Я ничего не успел спросить такого страшного. Он считает, что вы нам не верите, поэтому не хочет говорить с вами. Такой уж у него темперамент. Извините. Конечно, с моей стороны это был скорее шуточный эксперимент. Но если люди всерьез верят в то, что они вампиры, то это выглядит уже не просто шуткой. Чеснок с древних времен считался оружием против нечистой силы. По поверьям, его запах способен отпугивать вампиров, чертей и ведьм. Вот мне интересно ваше мнение. Что вы вообще думаете о том, что дед говорит, что он сын дьявола? Я просто хочу стать таким же, как мой дедушка. Лично я считаю себя вампиром. Я даже не сплю по ночам. Ты боишься чеснока? Нет, конечно. Это только в фильмах работает. Съешь, лискнешь, кусочек чеснока. Я с тобой вместе съем. Держите. Вам я не предлагаю, вы на светлой стороне. Могу вам доказать, что чеснок настоящий. Теперь ваша очередь. Нет ощущений, что вы сейчас растворитесь, рассыпитесь, расплавитесь. Я ощущаю только то, что у меня еще несколько дней будет очень плохо пахнуть изо рта. господи, прости. Это фраза, которую сегодня хочется говорить целый день. Господи, прости. Запах чеснока семейки решила побыстрее чем-нибудь заесть. Ну что, друзья, вот она, пища сатаны. Такой супчик, наваристый, куриные косточки, картошечка, зелень. Мой любимый суп с куриными потрохами. А внутренности курицы помогают моей потенции. Я завтра поеду к своей индийской жене, чтобы применить свою силу. А сколько у вас жены? Восемь. Детей сколько? Семнадцать признанных и около двадцати, которых я даже не видел. Ваш папа говорит правду? Может, самую малость преувеличивает. Ваша мама кто? Моя мама ему нужна была только для того, чтобы рожать детей. Она родила и все, до свидания. Сейчас она живет в Испании. Сколько родила детей ваша мама? Двоих. Моего брата и меня. А вы знаете тех остальных официально признанных детей, о которых сейчас говорила ваша девушка? Я с ними не общаюсь, так как они тоже на темной стороне. А моя задача противостоять темным силам, чтобы создавать баланс в этой семье. Я с детства видела много странных вещей. Демонов, привидения, души. Бывало, я ощущала, что черти занимаются со мной любовью. Это были галлюцинации. Все было по-настоящему. Наяву нечто снимало с меня одежду и целовало очень страстно. Но я прекратила это все и погрузилась в свет. Невероятно, но похоже, что эта девушка серьезно верит в то, что сейчас говорит. Из-за того, что я дочка дьявола, у меня всегда были проблемы с мужчинами. Они меня попросту боятся. Но, несмотря на это, у меня появился сын. Как-то мне приснился сон. В нем явился ангел. Он сказал, что у меня будет ребенок. Так и случилось. Его отца я не помню, потому что это произошло на какой-то бьянке. Но, когда я увидела свидетельство о рождении, которое выдали сыну, я поняла, что ребенок не от ангела. Он сын дьявола. Ощущение, что я сам того не желая стал зрителем какого-то колумбийского сериала о вампирах и демонах. Детский паспорт. И смотрите, заканчивается на цифры 666. Это случайно получилось? Конечно, случайно. И это еще одно доказательство того, что в этом замешан дьявол. Какая твоя цель жизни? Самое главное это я мечтал. Я хочу стать мотогонщиком. А почему не колдуном как дедушка? Я уже как дедушка. Как вы думаете, я смогу выиграть в лотерею после ритуала? Иначе быть не может, потому что вы пришли к самому мощному колдуну и сыну самого дьявола. Уже и светлые силы пророчат мне богатство. Дело за малым. Пройти ритуал, который, если верить популярному колумбийскому колдуну, может помочь выиграть в лотерею. Прощаюсь с юным вампиром и его матерью, а мы с человеком, который называет себя сыном дьявола, возвращаемся в колдовской офис. Посмотрим, действительно ли колдовство может сделать человека миллионером. Скажу честно, я не верю. Я просто как журналист показываю вам обратную сторону Колумбии. То, что здесь реально существует и то, во что люди реально верят. Если я вру, то пусть сатана, мой отец, заберет у меня жизнь. Начинайте. Хорошо. Он говорит на индейском языке. Скажи свое имя. Дмитрий Комаров. В своей жизни мне приходилось следить людей, которые впадают в транс. И состояние транса я никогда не перепутаю ни с чем. Здесь это не транс. Точно не транс. Сложи вот так руки. Этот сансу зовут Эрмафродита. В ней одновременно живет несколько духов. И их сила такая мощная, что они способны, например, убить человека. Это правда. Но это кусок пластмасски, потому что я держал в руках настоящие человеческие головы. Друзья, честно говоря, мороз по коже, но чтобы убедиться, что настоящая голова, нужно посмотреть на уши. Фальшивые цанцы изготавливают из голов животных. Их ушные раковины сильно отличаются от человеческих. А вот подделать человеческое ухо практически невозможно. Если уши имеют форму как у человека, то значит это настоящее. О, Господи, это настоящее. Какая сила в подделке? Я занимаюсь спиритизмом, поэтому мне не нужна настоящая голова. Я могу поселить духов и в такую. да, я могу удерживать душу в любом предмете. Если бы вы видели дальше, чем ваши глаза позволяют, вы бы увидели, как много душ находится здесь и умоляют меня о свободе. Он будет твоим крестным отцом на этой церемонии. Какой-то стресс, какое-то безумство. Такое ощущение, что ты попал в дешевый фильм ужасов. Игрушки, погремушки. Повторяй за мной. Спасибо большое, Эрмафродита. А за что? За что спасибо? Надо поблагодарить. Эрмафродита мучит грасяц. Вот и все. Ритуал закончен? Да, закончен. Да, не похоже, что так называемый сын Люцифера сильно старался ради моего эксперимента. Ритуал длиной всего каких-то две минуты. Теперь, по итогам этого ритуала, что должно произойти? Я просил для тебя много золота, много богатства, чтобы деньги легко достались. С завтрашнего дня можешь пробовать. Конечно же, я не верю, что это представление поможет выиграть миллион в лотерею. Но чтобы опровергнуть или подтвердить способности так называемого сына дьявола, нужно все проверить лично. И уже на следующий день я отправился на поиски удачи. Ну что, друзья, если верить Ромира, так называемому сыну дьявола, то я теперь должен гарантированно, или практически гарантированно выиграть в лотерею. Посмотрим, правда это или просто рекламный ход, цель которого выманивать деньги у доверчивых колумбийцев. Чтобы проверить это, мы приехали в Кали. Это очень неспокойный город. Родина огромного картеля Кали, известного не только наркотрафиком, но и торговлей оружием и массовыми похищениями людей. До 2018 года этот город в Колумбии называли столицей убийств. Но есть здесь и очень везучие жители. Два года назад в прессе появилась информация, что житель Кали выиграл в лотерею баснословные 56 миллионов долларов. Вот, друзья, на первый взгляд обычная улица, но это не просто улица. Эта улица называется улица лотереи. Вот все это лотерейные билеты и справа, и слева. Лотерейные улицы в Кали больше 50 лет. Каждое утро десятки продавцов получают в агентствах огромные пачки лотерейных билетов и выставляют их на продажу на вот таких лотках. Девочки, добрый день. Сколько здесь максимально можно выиграть? 4 миллиарда песо. С ума сойти. Сколько вы заплатили? 4 тысячи песо. Больше одного доллара за надежду выиграть 4 миллиарда песо и стать миллиардером. Выигрыши действительно приличные. Все потому, что лотерея здесь практически национальная игра. Вы выигрывали когда-нибудь что-нибудь в жизни? Нет. Нет. Но может сегодня повезет. Мера и азарта местным придает то, что практически у каждого человека здесь есть родственник или знакомый, который хотя бы раз в жизни выигрывал какой-то приз. Я вот лет 30 назад выиграл 40 тысяч песо. Купил на них холодильник и велосипед и был очень счастлив. Самое сложное в такой лотерее это муки выбора. Номера всех билетов на всех точках разные и идут вперемешку. Поэтому у желающих сыграть есть огромнейший выбор, который в данном случае не помогает, а усложняет процесс. Вот так смотришь на стойку сотни других разных цифровых комбинаций и совсем теряешься. Бойнос диез. Сколько лет играете в лотерею? Где-то лет шесть. Вы уже выигрывали что-то? Только небольшие выигрыши. А я вижу, вы какую-то бумажку с номерами держите. Это что, это лотерейные? Я смотрю на выигрышные комбинации и покупаю номера, которые давно не выигрывали. А, то есть не на удачу надеетесь, а вы просчеты ведете? Именно, сеньор. Лотерея для колумбийцев это серьезная игра с высокими ставками. Каждый мечтает быстро разбогатеть и изменить свою жизнь. Поэтому просто на удачу мало кто полагается. Кто-то предварительно советуется с шаманами, кто-то вычисляет непопулярные комбинации. Но большинство ищет номера со значимыми цифрами. Как вас зовут? Марта. Марта? Вы такая улыбчивая, счастливая. Я счастлива, потому что надеюсь выиграть главный приз. А вы билет как выбирали? Я играю уже 10 лет и всегда выбираю один и тот же номер. 1935. Просто это год рождения моего погибшего мужа. Вот так вот. Видите, муж у женщины был 1935 года рождения, поэтому этот номер счастливый. Дай бог, чтобы он вам принял с удачу. Спасибо. А вот к некоторым людям цифры приходят, не поверите, во СМИ. У вас есть номер 1115? Есть 1115. Но именно 1115 нет. В прошлом году моему брату приснилась цифра, и мы ее ищем, но до сих пор не нашли. Поэтому пока берем другие, похожие. Люди очень часто приходят искать номера, которые им приснились. В СМИ очень много статей про победителей в лотерею, разбогатевших благодаря снам. Житель Мичигана получил 1 миллион долларов на следующий день после пророческого сна. Австралиец использовал комбинацию сна и выиграл джек-пот в 3,5 миллиона долларов. Мне вещи и сны не снились. Остается надеяться на удачу. Ну и заодно проверить ритуал так называемого сына дьявола. Как вас зовут? Октавио. Октавио, очень приятно. Сколько лет вы уже занимаетесь лотерейным бизнесом? Лет 30. За ваш опыт, за вашу практику какой самый большой выигрыш был? У кого-то из ваших клиентов. Я за свою жизнь продал 4 выигрышных билета с самым большим джек-потом. Были выигрыши в 100, 500 и 750 миллионов весов. Я и сам однажды выиграл, выбрав дату рождения матери. А как узнать, выиграл или не выиграл? Наша лотерея не мгновенная. Результаты публикуются на следующий день. Клиент приходит ко мне и сверяет свои номера с опубликованными. Все, я решил, покупаю. Если по колумбийской системе, то нужно выбирать счастливые числа. Три семерки. Можно? О, вот их три. Это втрое больше шансов? Нет, шансы тут ни при чем. Если вы купили только один билет, и это число победило, то вам придется делить выигрыш на троих. Но если вы купили все три билета, тогда весь выигрыш ваш. Четыре миллиарда песо. Это больше миллиона долларов. Я выбрал счастливый номер. Теперь я закрою глаза и выберу еще какой-нибудь один номер. Покручусь. И с закрытыми глазами, не глядя, какой же на меня смотрит, какой же смотрит на меня. Вот этот. Посмотрим, какой номер. 10-44. Бог любит троицу. Бой нас дед, сеньор. Можно вас попросить помочь мне? Сделано миллион баксов. В прямом передостном смысле. Помогите мне выбрать билет. Вот какой на вас смотрит. Как вас зовут? Чабуско, Алекс. Алекс, очень приятно. А вы играете вообще в лотерее? Да, я тоже играю. Молодой человек выбрал. 74-77. Я обещаю, если я выиграю, сейчас записываю ваш номер телефона, половина выигрыша ваша, сколько бы не выиграл. Пишите. Напишу, Алекс, лотерея. Если завтра позвонит в незнакомый иностранный номер, вы миллионер. Счастливо. Я думаю, этих трех билетов хватит. Сколько с меня? 36 тысяч песо. Держите. Все. Я сделал все от меня зависящее. Теперь дело только в руках Фортуны и сына Люцифера. Я могу сделать так, чтобы ты уже завтра выиграл. Ты точно станешь богаче. Если я вру, то пусть сатана, мой отец заберет у меня жизнь. Итак, друзья, проверяем. Правдив ли ритуал, который провел мне в городе Богата, так называемый сын Дьявола. Он сказал, что выигрыш в лотерею гарантирован. Завтра вернемся к вам и узнаем, выиграл или проиграл. Спасибо. Все, билет куплен. Результат эксперимента уже завтра. Скажу честно, я в реальность выигрыша не верю. Но в данном случае можно практически в прямом смысле сказать, чем черт не шутит. Завтра вернемся сюда за результатами. Итак, друзья, прошел ровно один день. Я с лотерейными билетами. Я уже готов выиграть свой миллион долларов. Проверим, есть ли результат. Бой нас дьес, сеньор. Давайте миллион. Сначала проверка. Ну что ж, момент истины настал. И вот выигрышные комбинации цифр. 6, 7, 9, 6. 6, 7, 9, 6. Нет, не выиграл. Подождите, второй тоже 10, 44 не подходит. И 74, 77 не подходит. Я проиграл. Не вешай нос. Давай еще второстепенные выигрыши проверим. А, еще проверить? Уже не так интересно. Миллиона долларов уже нет, точно. А этот мимо. Видите, здесь много поощрительных призов. Есть по 20 миллионов песо, по 10, по 3 миллиона, по 2 миллиона. Мимо. Последний шанс. Выиграть хоть что-то. Слушай, есть совпадение по первым цифрам. Семьдесят четыре, сорок. Семьдесят четыре у меня есть. Но, к сожалению, на этом все. Ничего. Честно говоря, я так и ожидал. Но, просто учитывая, какая у вас тут атмосфера, как много людей играет в лотерею, что есть такие лотерейные улицы даже, была какая-то надежда, потому что общее настроение населения такое, что все играют, все азартные люди. Если ты покупаешь билет и не веришь, то вряд ли выиграешь. Нужен позитивный настрой. Сеньор, спасибо вам огромное. Удачи вам. Спасибо. Я желаю выиграть миллион и даже не один. Надеюсь, так и будет. Всего доброго. Ну что, друзья, как и стоило ожидать, в лотерею я не выиграл. Это говорит о том, что все эти ритуалы, которые проводятся якобы для того, чтобы обеспечить выигрыш, это рекламный трюк. Но в Колумбии есть еще один законный способ получить драгоценности. Добыть их самостоятельно. Мы отправляемся в то место, которое называют самым богатым изумрудным месторождением в мире. Смотрите в следующей программе. В этом городе сокровищ. Говорят, здесь изумруды валяются под ногами. Путешествие к самым богатым месторождениям на планете. Настоящая изумрудная лихорадка 21 века. Изумруд. Самый необычный способ стать миллионером. Можно сказочно разбогатеть, просто собрав мешок земли. Мы увидим богатство охотников за изумрудами. Ого. Такие бабки лежат. Узнаем, какую цену приходится платить за возможность сорвать куш. Изумруды – это кровавые камни. И как тратятся баснословные изумрудные деньги. Мы окунемся в самую гущу лихорадки. И испытаем удачу в изумрудной столице мира. Берешен. Есть. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...